В первую очередь нам нужно создать два меню, которые мы расположим вот в этих областях. Одно для отображения категорий и подкатегорий товаров, а другое главное навигационное меню. Для этого переходим в консоль во вкладку меню. Для начала создадим главное навигационное меню. В появившейся панели нам нужно будет создать меню. Давайте для начала создадим главное навигационное меню. Для этого вот эту область вводим название меню и кликаем по кнопке создать. После этого на появившейся панели слева вы увидите блок страницы. Вам нужно отметить галочками те страницы, которые вам нужно добавить в меню, после чего вы кликаете вот по этой кнопке. И как вы видите, наши страницы добавились в меню в качестве пунктов. Теперь давайте подредактируем меню о магазине. Итак, открываем данный пункт, кликая вот сюда и вводим вот эту область, новое название пункта, например каталог, после чего сворачиваем пункт меню. Далее нам нужно поменять пункты меню местами. Я хочу, чтобы сначала шел пункт о магазине, затем каталог, а после доставка и оплата. Для перемещения пункта меню вы наводите на него курсора мыши, пока не появится четырехконечная стрелка курсор и переносите данный пункт меню в нужное место. Вот так. Только располагайте пункты строго друг по другу, без смещения вправо, а иначе смещенный пункт не будет отображаться в меню, так как будет не главным, а дочерним по отношению к тому, под которым сместился. И увидеть его можно будет только тогда, когда наведете курсор мыши на пункт, который является по отношению к нему главным, но об этом мы еще поговорим. Далее для отображения данного меню мы должны установить галочку в вот этом чекбоксе, а после сохранить изменения. Теперь нам нужно создать меню для отображения категории товаров. Для этого мы кликаем вот по этой ссылке. Далее задаем название второму меню и кликаем по кнопке создать. Как вы видите, у нас появился раскрывающийся список с двумя меню. Для того, чтобы в дальнейшем отредактировать меню, вам нужно его вот здесь выбрать, а затем перейти к корректировкам. Но это так, было небольшое отступление. Давайте перейдем к настройке меню с категориями. Во второй вкладке откройте консоль настраиваемого сайта и перейдите в каталог с категориями товаров. Итак, давайте начнем с категории кеды. Мы наводим курсор мыши на данную категорию и кликаем по ссылке перейти. В новом окне копируем адрес данной страницы из адресной строки браузера. Затем возвращаемся во вкладку, где у нас открыта панель настройки меню. Кликаем по области произвольной ссылки. В новой панели в этой области вводим название пункта кеды. А вот эту область вставляем в скопированную ссылку. После чего кликаем по кнопке добавить в меню. И как вы можете видеть, наш пункт добавился в меню. Теперь по этой же схеме давайте создадим пункт кроссовки. Туфли, балетки, батильоны, сапоги, шлепанцы, сандалии. Поехали. Посмотрите, у нас все получилось. Теперь, как вы помните, большинство категорий подразделяются на подкатегории мужские и женские. Итак, давайте я вам покажу, как завести подпункты для меню на примере кед. Итак, кеды подразделяются на мужские и женские. Давайте создадим эти два подпункта. Подпункты создаются почти как и пункты. Давайте создадим подпункты мужские кеды и женские кеды. Посмотрите, я создал пункты меню мужские и женские кеды. Как же из них сделать подпункты? Очень просто. Их нужно расположить под дочерним для них пунктов кеды, при этом немного сместив право на один уровень. Вот так. Посмотрите, на подпунктах появилась надпись, что это дочерний элемент. Если подпункт, например, мужские кеды состоял, например, из подпунктов кожаные и текстильные, то данные пункты мы бы сместили еще на один уровень правее по отношению к подкатегории мужские кеды. Вот как-то так. Надеюсь, теперь вам стало более понятно, как выстраивать иерархию и структуру меню. Далее нам нужно по этому же алгоритму для пунктов кроссовки, туфли, шлепанцы и сандали создать подпункты мужские и женские. Итак, посмотрите, я завел всю иерархию меню с категориями товаров. Теперь для того, чтобы отобразить данное меню слева, в специальном поле, вам нужно поставить галочку вот в этом чекбоксе, после чего сохранить изменения. Теперь давайте перейдем на сайт и посмотрим, что же у нас получилось. Посмотрите, вот наше навигационное меню. А вот меню с категориями. При наведении на категорию уезжает подкатегория. Как вы видите, все работает. Теперь нам нужно убрать мусор из сайтбара. Переходим в консоль редактирования, а именно во вкладку виджеты, для этого наводим курсор мыши на колесико и выбираем виджеты. В новой панели, вот из этой виджет-зоны, удаляем весь этот мусор, просто заходя в каждый виджет и кликая по ссылке удалить. Далее нам нужно создать форму обратной связи. Я сейчас вам покажу, как достаточно быстро можно создать форму обратной связи во всплывающем окне, появляющемся при клике по кнопке. Если вы захотите более подробно разобраться во всех нюансах создания форм обратной связи, всплывающих окон и кнопок, то под видео будут ссылки на мои уроки. Итак, поехали. Для создания формы наводим курсор на вкладку VP-форм и кликаем по ссылке «Новая форма». Перед вами откроется панель создания формы. Нам нужно ввести название формы, затем навести курсор вот на эту область и кликнуть по появившейся кнопке. В новой панели мы создадим форму. Наша форма будет состоять из двух обязательных полей. Это имя и телефон, и одного необязательного – e-mail. Для создания полей нам необходимо кликнуть по соответствующим кнопкам, расположенных слева на панели выбора полей. Итак, кликаем по кнопке «Имя», «Строка текста» и «E-mail». Как вы видите, данные поля появились у нас в форме. Теперь мы переходим к их настройке. Для настройки поля нужно кликнуть по его названию. В результате чего перед нами откроется панель настройки, где нам нужно из раскрывающегося списка формат выбрать «Просто». Затем кликаем по названию поля «Строка текста». После чего на появившейся панели вот это поле вводим новое название «Телефон» и устанавливаем галочку вот в этом чекбоксе для того, чтобы сделать данное поле обязательному заполнению. После этого переходим во вкладку «Настройки». В подвкладке «Общие в поле CSS класс» кнопки вводим вот это значение на английском языке. Button – нижнее подчеркивание форма. Это нужно будет для стилизации кнопки. Далее переходим в подвкладку «Уведомления». Если вы хотите, чтобы все заявки сайта консультации приходили не на ящик, который вы указывали при установке WordPress, то в этом поле укажите имя того почтового ящика, на который вы хотели бы принимать заявки. Далее вот это поле вводите то название, которое хотите видеть в теме письма, приходящих вам на почтовый ящик с заявками на консультацию. Теперь переходим в подвкладку «Подтверждение». Здесь нам нужно настроить то, что должно происходить после отправки заявки на консультацию. Мы выберем функционал, при котором после отправки заявки ему на почту будет приходить письмо о том, что заявка принята, и с ним скоро свяжется ваш менеджер. Для этого из вот этого раскрывающегося списка выбираем «Сообщение», а вот эту область вставляем текст, который будет отображен в письме. Его даже можно немножко подредактировать. Итак, с настройками формы мы закончили. Давайте сохраним изменения и выйдем из панели. Пожалуйста, наша форма создана с уникальным идентификатором, то есть шорткодом. Вот он. Я вас попрошу его скопировать куда-нибудь. Он нам понадобится чуть позже. Это нужно делать для того, чтобы больше сюда не возвращаться. Далее нам нужно настроить дизайн формы. У вас под видео есть ссылка «Настройка дизайна формы». Открываем файл по этой ссылке, копируем весь имеющийся там код и переходим в режим «Настроить». Во вкладку «Дополнительные стили». Устанавливаем курсор и вставляем скопированный код. После чего сохраняем изменения и выходим из панели «Настроить». Теперь нам нужно создать всплывающее окно. Для этого на панели вклада «Консоли» мы кликаем по «Пупап Мейкер». Посмотрите, перед вами открылась панель настройки «Пупап Окна». В вот это поле мы вводим название окна. Далее вот этой области мы выравниваем курсор по центру и кликаем по кнопке «Добавить форму». В новом окне выбираем из раскрывающегося списка название формы, которую мы создали, и кликаем по кнопке «Добавить форму». В результате чего на панели отобразится шорткод созданной нами формы. Далее нам нужно настроить внешний вид всплывающего окна. Для этого мы спускаемся вниз и кликаем по вкладке «Отображение». Из вот этого раскрывающегося списка мы должны выбрать тему оформления нашего всплывающего окна. Ознакомиться и подредактировать тему оформления можно кликнув по ссылке, расположенной на панели консоли «Редактирование» во вкладке «Пупап Мейкер». А именно вам нужно будет выбрать ссылку темы всплывающих окон. Только не забудьте перед этим сохранить все изменения. Я настрою тему чуть позже. Далее нам нужно перейти в подвкладку «Размер». Здесь я из вот этого раскрывающегося списка выбираю размер окна «Маленькое». А чуть ниже в этой области я определяю минимальные габариты окна 150 пикселей. Для корректного отображения на мобильных устройствах. Обратите внимание, чтобы единица измерения была в пикселях, а не в процентах. Иначе получите окно, выходящее за пределы экрана. А этого нам явно не надо. Теперь мы переходим во вкладку «Анимация». Из вот этого раскрывающегося списка мы выбираем анимационный эффект, который будет сопровождать момент появления всплывающего окна на экране. Как только вы выберете эффект с движением, то у вас на панели активируется вот эта область, то есть раскрывающийся список, в котором вы должны выбрать, откуда всплывающее окно начнет свое движение при появлении. Я выберу «Верх центр». Далее вам нужно с помощью этого маркера выбрать «Длительность исполнения анимации». Для более плавного появления рекомендую вам выбрать самое максимальное значение. Для этого мы сдвигаем маркер данной шкалы в самую правую точку. После чего мы переходим в подвкладку «Позиция». Как вы помните, в прошлой подвкладке мы выбирали, откуда должно начать движение всплывающее окно во время появления. Так вот, из вот этого раскрывающегося списка мы должны выбрать то место, в котором зафиксируется всплывающее окно. Если вы выбираете положение не в центре, то вам нужно отрегулировать его местоположение относительно краев с помощью этих маркеров. Я выберу самое идеальное положение «Середина-центр». И как вы видите, маркеры исчезли за ненадобностью. Теперь мы переходим во вкладку «Закрыть», а затем во вторую подвкладку. Здесь нам нужно настроить функционал кнопки «Закрытие». Если хотите, чтобы всплывающее окно можно было закрыть кликом за его пределами, то устанавливайте галочку вот в этом чекбоксе. А если хотите, чтобы окно также можно было закрыть с помощью кнопки «Эскейп», то устанавливайте еще и вот в этом чекбоксе. С настройками всплывающих окон мы закончили. Теперь давайте поднимемся наверх к панели и сохраним изменения. Сейчас нам нужно создать кнопку, при клике по которой на экран будет выходить всплывающее окно с формой. Для этого наводим курсор на вкладку «Макс Баттон» и выбираем «Добавить новую». Далее в новой панели, вот это поле, вводим название кнопки, которая нигде не отображается, кроме каталога созданных кнопок. А вот в эту область вводим текст, который должен быть отображен на кнопке. Теперь давайте настроим цветовую схему для кнопки. Итак, сначала мы должны определить цвет текста, расположенный на кнопке. Для этого мы кликаем вот по этому маркеру. В итоге к вам на экран выйдет панель подбора цвета, состоящая из трех мини-панелей. Панель стандартных цветов, панель смешивания и панель определения уровня насыщенности. Например, вам нужно выбрать красный цвет, для этого вы выбираете его на панели стандартных цветов. Затем вы хотите его разбавить и немного смешать с оранжевым. Для этого перетаскиваем маркер, расположенный на панели смешивания, в необходимое положение, вот так. Далее вам нужно на панели подбора насыщенности, с помощью вот этой рамки подобрать, какой цвет в итоге желаете получить, насыщенный или засветленный. Вы просто перетаскиваете рамку в нужное положение. Для закрытия панели вам нужно просто кликнуть левой кнопкой мыши за пределами этой панели. Кстати, посмотрите, справа находится область демонстрации текущего внешнего вида кнопки. Как вы видите, цвет текста кнопки изменился. Давайте я снова верну белый цвет, так как хочу использовать именно его. Теперь нам нужно настроить по этому же алгоритму цвет текста кнопки при наведении на нее курсором мыши. Кстати говоря, на демонстрационном окне вот здесь отображается внешний вид кнопки при наведении на нее курсором мыши. Теперь нам нужно по данному алгоритму настроить все остальные цвета кнопки. Вот здесь вы настраиваете цвет рамки кнопки и цвет тени, которая эта рамка отбрасывает. Далее вот в этой области мы настраиваем цвет фона кнопки, также здесь можно включить эффект градиента, то есть отобразить в качестве фона два цвета. Для активации панели настройки градиента вам нужно кликнуть вот по этому маркеру, тем самым передвинув его в активное положение. Как вы видите у нас активизировалась панель выбора цветов для градиента. Алгоритм подбора цветов нам уже известен. Посмотрите как выглядят кнопки с градиентом, по-моему очень эффектно и стильно. Вот в этой области вы можете настроить тень, которую отбрасывает текст кнопки, с настройкой цветовых решений на этом все. Теперь поднимаемся вверх панели и вот в этом разделе нам нужно установить уровень закругленности углов рамки кнопки. Для этого вот эту область вставляем значение, чем число больше, тем более закругленные рамки получаются. Я веду число 10, как вы видите наша кнопка стала более красивой. Теперь нам нужно установить функционал, при котором после клика по кнопке на экран будет выводиться всплывающее окно. Для этого во второй вкладке браузера мы открываем панель нашей консоли редактирования. Наводим курсор мыши на вкладку, попап мейкер и выбираем все всплывающие окна. В появившемся каталоге в столбце класса CSS мы копируем вот этот класс нашего окна, а затем возвращаемся во вкладку, где открыта панель настройки параметров кнопки и спускаемся вниз по данной панели до вот этой области и вставляем вот это поле скопированный класс. Вот так. Теперь сохраняем изменения. После сохранения мы попадаем в начало панели настройки кнопки. Здесь нам нужно скопировать вот этот шорткод кнопки. Давайте разместим данную кнопку в подвале сайта. Для этого на консоли редактирования наводим курсор на вкладку внешний вид и выбираем виджеты. В появившейся панели с левой стороны в каталоге виджетов находим виджет текст и кликаем по нему. В появившейся панели кликаем по виджет зоне footer bottom left area, а затем по кнопке добавить виджет. Как вы видите перед нами открылась виджет зона с размещенным виджетом текст. Теперь в области описания вставляем скопированный шорткод кнопки. Вот так. А затем кликаем по кнопке сохранить. Теперь как вы помните у нас на главной странице была кнопка консультация. Давайте теперь сделаем так, чтобы при клике по ней на экран во всплывающем окне выходило окно с формой. Для этого мы в каталоге виджета выбираем в epform и отправляем ее виджет зону popup widget area. В появившейся панели мы из вот этого раскрывающегося списка выбираем форму, которую нужно привязать, а вот это поле вводим в заголовок для popup окна. После чего сохраняем изменения. Кстати, мы забыли немного подстроить тему нашего popup окна. Для этого мы наводим курсор на вкладку popup maker и выбираем темы всплывающих окон. В появившемся окне мы наводим курсор на тему, которую выбрали для нашего всплывающего окна, то есть на lightbox и кликаем по ссылке изменить. В новой панели во вкладке граница мы меняем цвет рамки кликнув вот по этому маркеру, а затем с помощью этой шкалы уменьшаем толщину рамки. Далее почти в самом низу панели в разделе фон мы с помощью вот этого маркера устанавливаем цвет фона кнопки закрытия окна. Далее поднимаемся на самый верх и сохраняем изменения. Теперь давайте перейдем на главную страницу и посмотрим, что же у нас получилось. Итак, давайте кликнем по кнопке консультация. Пожалуйста, перед вами открывается окно с формой. Все работает. Конечно же дизайн мы подправим и удалим лишние элементы, но сделаем это чуть позже. Теперь давайте закроем окно и спустимся к подвалу. Пожалуйста, вот наша кнопка. Давайте кликнем по ней. Как вы видите, на экран вышло всплывающее окно. Все замечательно работает. Далее нам нужно настроить дополнительные страницы о магазине, а также доставкой оплата. Для этого мы переходим в консоль редактирования, а затем кликаем по вкладке страницы. Находим в каталоге созданных страниц страницу о магазине, наводим на нее курсор мыши и кликаем по ссылке изменить. В повившейся панели мы вот эту область вводим текст, который хотели бы отображать на странице. А также спускаемся чуть ниже и выбираем вид страницы без сайтбара. Кликну вот сюда. Теперь давайте в начало данной страницы вставим небольшой слайдер-карусель. Итак, я вас попрошу во второй вкладке открыть нашу консоль и перейти во вкладку мета-слайд, просто кликнув по ней. В новой панели мы кликаем по вкладке new, а затем по кнопке добавить слайд. В появившейся панели загружаем файлы, которые необходимо отображать на слайде, если конечно они у вас не загружены. А затем зажав на клавиатуре клавишу control, отмечаем все эти изображения галочками, после чего кликаем вот по этой кнопке и как вы видите изображения загрузились на панель слайдера. Далее в поле ширина вводим значение 400, а высота 300. Из раскрывающегося списка эффект выбираем растворение. В чекбоксе стрелочки оставляем галочку, а также оставляем радиокнопку в положении точки. Далее спускаемся ниже и кликаем по раскрывающейся панели расширенные настройки. Здесь мы устанавливаем галочки в чекбоксах выровнять по центру и режим карусели. Затем сворачиваем данную панель, поднимаемся наверх и кликаем по кнопке сохранить. Снова спускаемся чуть ниже к области, где плагин нам сформировал шорткод. Копируем данный шорткод, а затем возвращаемся к вкладке браузера, где у нас открыта панель редактирования страницы. Устанавливаем курсор в самом верху области ввода текста и спускаем наш текст так, чтобы между курсором и текстом было 2-3 строчки. Далее выравниваем курсор по центру. То есть должно получиться вот так. И вставляем скопированный шорткод, после чего сохраняем изменения. На этом настройке дополнительные страницы завершены. Нам нужно перейти на страницу для просмотра результатов. Посмотрите, все выглядит круто. А теперь давайте точно по такому же алгоритму наполним страницу доставкой оплата. Посмотрите, вот что у нас получилось. Все выглядит шикарно. На этом с настройкой дополнительных страниц мы закончили. Да и кстати, если вы хотите более подробно разобраться в настройках слайдера, то под видео будет ссылка на мой урок, где я подробно вам все расскажу. Теперь нам нужно довести наш магазин до идеала, убрать рекламные ссылки и скрыть ненужные элементы шаблона. Итак, у вас под видео будет ссылка скрытия ненужных элементов. Вам нужно открыть данный файл, скопировать весь код, который там есть. После чего перейти в панель настроить во вкладку дополнительные стили и вставить скопированный код, после чего сохранить изменения и выйти из панели настроить. Нам осталось лишь настроить функционал магазина, а именно определить параметры доставки оплаты и настроить систему промокодов со скидками. Сейчас вы посмотрите врезку с моего закрытого интенсива карманная коммерция, где я подробно освещаю все эти вопросы. Итак, поехали. Для начала давайте установим нашему магазину функционал сравнения. То есть клиент сможет отбирать понравившийся товар и сравнивать его с другими. Это, конечно, больше подходит для магазинов по продаже бытовой техники. Там, где у товаров прописано значительное количество технических характеристик. Но все равно давайте я продемонстрирую вам, как это можно сделать на примере нашего магазина с одеждой. Итак, мы переходим в панель поиска плагинов, которые необходимо установить, и в правом верхнем углу в области поиска вводим в WooCommerce Compare. Нас будет интересовать вот это решение. Итак, мы кликаем по кнопке установить, а затем поактивировать. В результате чего у вас на консоли появится вот такая вкладка. Давайте перейдем в нее. Здесь вы можете выбрать, в каком виде отображать отбор товара на сравнение в виде ссылки или кнопки. Для этого вам нужно выбрать соответствующую опцию. Из этого раскрывающегося списка. Я же в свою очередь выберу кнопку. Далее, вот в этой области мы вводим название для кнопки или ссылки. После чего мы определяем, где выводить кнопку. Я к стандартному функционалу поставлю галочку, вот в этом чекбоксе. И тем самым отображу кнопку еще и в каталоге товаров. Сюда вы вводите значение окна сравнения. Далее нам необходимо отметить галочками те свойства товара, которые мы хотим отображать в области сравнения. Если какую-то опцию вам не нужно отображать, то убираете галочку из соответствующего чекбокса. Далее вы можете повторить отображение цены товаров и кнопки добавить в корзину в конце панели сравнения. А чуть ниже вы также можете определить размер изображения товара для панели сравнения. Когда все параметры установлены, мы их сохраняем. Вот так это все выглядит в каталоге. То есть под кнопкой корзина есть кнопка сравнить. А после добавления в панель сравнения, она меняется на кнопку добавлено. А вот так выглядит само окно сравнения, которое запускается после добавления туда каждого товара. Далее нам нужно настроить сам функционал магазина. Для этого мы переходим в консоль редактирования, наводим курсор на вкладку WooCommerce и выбираем настройки. Здесь вы можете покопаться и настроить какие-то дополнительные опции. Например, во вкладке основные вы настраиваете основные параметры магазина, адрес, валюта и многие другие. Большинство этих параметров мы настроили через мастера установки, который запустился сразу после установки WooCommerce на сайт. Во второй вкладке товары есть еще три под вкладки основные, запасы и скачиваемые товары. Под вкладки основные вы можете настроить, например, прямой переход в корзину после добавления товара. Также включить и отключить опцию отзывов, карточки товаров и многое другое. В подкладке запасы вы настраиваете систему учета и регулирования запасов. В подкладке скачиваемые товары производите настройки, если занимаетесь продвижением информационных продуктов. Во вкладке учетной записи вы можете произвести настройки функционала регистрации ваших пользователей на сайте. Во вкладке e-mail мы настраиваем адреса, куда будут приходить письма, уведомления сайта. А во вкладке дополнительно можно, например, сменить страницы отображения корзины личного кабинета пользователя. Но нас будут интересовать две вкладки, это доставка и платежи. Давайте начнем с доставки. Нам нужно перейти в нее, что мы и сделаем. Итак, мы попали в первую под вкладку зоны доставки. Наш магазин находится в городе Ростов-на-Дону, но мы также будем доставлять заказы и по России. То есть у нас по идее должно быть две зоны доставки, однако WordPress настраивает зоны доставки по странам, а не по городам. Поэтому мы создадим одну единственную зону доставки Россия, где будем учитывать также методы доставки, подходящие исключительно для города, в котором находится наш магазин. Итак, как вы видите, нам мастер-установщик плагина WordPress создал на автомате шаблонную зону Россия. Давайте ее подредактируем. Для этого мы наводим курсор мыши на зону Россия и кликаем по появившейся ссылке «Изменить». Итак, мы попали в панель настройки зоны доставки. Здесь нам нужно будет настроить методы доставки. У нас в магазине будут работать следующие методы, то есть виды доставки. Это почта России, курьером транспортной компании, транспортной компанией до пункта выдачи, самовывозом из пункта выдачи в городе Ростов-на-Дону и курьером по городу Ростов-на-Дону. Давайте создадим эти методы. Как вы видите, у нас на автомате был создан первый шаблонный метод «Единая доставка». Давайте подредактируем его. Для этого наводим курсор на этот шаблонный метод «Единая доставка» и кликаем по появившейся ссылке «Изменить». После чего перед нами откроется панель настройки метода. Мы создадим первый метод доставки через почту России. Нам нужно произвести следующие настройки. Во-первых, вот в это поле вводим название «Почта России». Из вот этого раскрывающегося списка я выберу неналагооблагаемый вид доставки. Вы же в свою очередь можете выбрать налагооблагаемый вид. И в последнюю область я введу стоимость доставки 300 рублей. Вот так. А затем для сохранения изменений кликну вот по этой кнопке. И как вы видите, наш первый метод доставки преобразился. Теперь давайте добавим второй метод доставки курьером транспортной компании. Для добавления метода нам нужно кликнуть по кнопке «Добавить метод доставки». У нас будет стоимость доставки курьером транспортной компании составляет 450 рублей. То есть это будет платная доставка. Поэтому мы из вот этого раскрывающегося списка выбираем «Единая доставка» и кликаем по кнопке «Добавить метод доставки». И как вы видите, созданный нами метод тут же отобразился в нашей панели настройки зоны доставки. Теперь давайте подредактируем его. Итак, мы переходим в панель настройки созданного нами метода доставки. Производим вот такие настройки, алгоритм которых полностью идентичен настройкам прошлого метода доставки. И соответственно, сохраняем все изменения. Посмотрите, у нас все получилось. Теперь по точно такому же алгоритму создадим метод доставки транспортной компании до пункта «Выдачи». Далее нам нужно создать бесплатный метод «Самовывоз». Для этого мы сначала кликаем вот по этой кнопке, затем в появившемся окне из вот этого раскрывающегося списка выбираем «Самовывоз» и кликаем по кнопке «Добавление метода». Затем мы заходим в панель редактирования данного метода, вводим его название «Самовывоз» с заглавными буквами, устанавливаем неналагооблагаемый метод доставки и сохраняем изменения. Нам осталось лишь добавить последний метод доставки. Это бесплатная доставка курьером магазина по городу Ростов-на-Дону. Итак, создаем метод доставки, в появившемся окне выбираем из вот этого раскрывающегося списка «Бесплатная доставка» и кликаем вот по этой кнопке для добавления метода доставки. Затем мы переходим в панель настройки метода, который только что создали. Здесь мы вводим название метода, затем из вот этого раскрывающегося списка можно выбрать условия, при которых возможна бесплатная доставка, например, купон, то есть промокод на скидку и минимальная сумма заказа. Если устанавливаете минимальную сумму заказа, то в область чуть ниже необходимо ввести размер этой минимальной границы, при которой возможна бесплатная доставка. Я же в свою очередь своих клиентов ограничивать не буду и в области условий и минимальной суммы ничего вводить не буду, а просто сохраню изменения. Пожалуйста, вот мы и настроили все наши методы доставки. Кроме того, я вам хочу еще кое-что рассказать о настройке параметров доставки через транспортные компании. Есть очень известная транспортная компания СДЭК, которая выпустила свой плагин для WooCommerce. Если вы хотите подключить доставку через СДЭК, вам нужно установить плагин, просто введя его в области поиска новых плагинов. Затем после его установки и активации на панели консоли, навести курсор мыши на вкладку настройки и выбрать СДЭК. Далее вам нужно обратиться в эту транспортную компанию для предоставления доступа в функционалу плагина, в результате чего вы получите идентификационные ключи, с помощью которых и запустите данный плагин. Далее вам нужно навести курсор мыши на вкладку WooCommerce и выбрать настройки, а затем перейти во вкладку товары, где у вас появится под вкладка и доставка. Там вы и должны будете произвести все настройки. Если вы выберете этот тип доставки и у вас возникнут проблемы с настройкой функционала этого плагина, то можете обратиться ко мне за помощью, я вам помогу. Кроме того, я под видео оставлю ссылки на инструкцию по установке и настройке плагина СДЭК. А мы идем дальше и переходим во вторую под вкладку параметры доставки, где можно донастроить функционал нашей системы доставки заказов. Здесь, например, можно включить или отключить подсчет стоимости доставки в корзине, либо спрятать стоимость доставки, пока адрес не введен при оформлении заказа. Я установлю функционал подсчета стоимости доставки на странице оформления заказа, а не в корзине. Поэтому вот здесь я снимаю галочку, а также устанавливаю ее вот в этом чекбоксе, для того, чтобы отображать подсчет стоимости доставки и прибавлять ее к сумме заказа. Вот так. Далее сохраняем изменения и переходим во вторую вкладку платежи. Здесь нам уже созданы 5 методов оплаты. Итак, давайте я начну с первого метода, с банковского перевода. Нам необходимо кликнуть по нему. В новой области я, во-первых, меняю название этого метода оплаты посредством ввода текста вот в эту область. Далее я ввожу описание этого метода оплаты, которое будет отображаться на странице оформления заказа. А вот здесь я ввожу текст, который будет выводиться в окне после совершения заказа. Итак, у нас будут 3 безналичных платежных шлюза. Это банковская карта, расчетный счет и Яндекс.Деньги. Как вы видите, один платежный шлюз создан. Нам осталось добавить еще 2. Для этого мы кликаем вот этой кнопки. Теперь у нас имеются 3 платежных шлюза. Сейчас начнем заполнять первый платежный шлюз, банковская карта. Для начала введем в первом шлюзе вот эту область названия счета «Банковская карта». Затем в остальные поля данного платежного шлюза вводим соответствующую информацию. Вот так. Далее заполним по этому же алгоритму 2 других поля. Вот так. А затем сохраняем изменения и возвращаемся в панель выбора методов оплаты, кликнув по этой иконке. Теперь мы переходим к настройке второго метода «Это оплата при доставке». Давайте кликнем по этому методу. Итак, мы попали в панель настройки шлюза оплаты при получении заказа. Кстати говоря, во всех шлюзах можно регулировать активизацию функционирования путем установки или снятия галочки вот в этом чекбоксе. Далее я изменю название этого шлюза на оплату при доставке и введу ее заглавными буквами для более красивого отображения. После чего в поле «Описание» я ввожу расшифровывающую информацию по поводу этого вида оплаты. В области инструкции я удалю всю информацию, так как все пояснения, которые должны выводиться при оформлении заказа, я отобразил у всех типов методов доставки. После чего вы можете присвоить данный тип оплаты конкретным видом доставки, просто введя здесь название «Методов доставки». Я этого делать не буду, просто сохраню изменения. Теперь возвращаемся в панель методов оплаты. Также можно отключать и включать метод оплаты с помощью переключения соответствующих маркеров. Оплату с помощью чеков я включать не буду, так как это не очень актуально. Также можно подключить на сайт сервис по сбору платежей. Во-первых, это можно сделать с помощью сервиса PayPal, с которым тесно сотрудничает WooCommerce. Для этого, как вы видите, предусмотрено две панели. Нижняя, которая сейчас активно позволяет собирать платежи без привязки к вашему аккаунту на сервисе PayPal. А верхняя же позволяет собирать платежи с ваших клиентов с привязкой к вашему аккаунту на PayPal. Я же отключил оба функционала. После чего мы сохраняем изменения. Также можно настроить сервис приема платежей не через примитивный PayPal, а например через Робокассу, Яндекс.Кассу, сервис Глопарт и другие платформы. Как вы уже поняли, суть заключается в следующем. Вы скачиваете плагин, оплачиваете пользованием, так как в большинстве случаев такие плагины платные. А затем настраиваете свою интеграцию. То есть привязываете сайт с аккаунтом на этих платежных сервисах. Но заранее скажу, что для большинства вариантов подключения технологий сбора платежей у вас должно быть оформлено юридическое лицо. Но наверное кроме Глопарта, он работает с визлицами, но берет за это комиссию. Ссылка на него будет под видео. А вообще в нынешних реалиях развития интернет-коммерции в России, большинство клиентов предпочитают оплату непосредственно при получении заказа. Так как это более безопасно и те магазины, которые представляют такие опции, явно выигрывают перед своими конкурентами, которые не используют оплату по факту получения. Ведь для клиента безопасность решает многое. Поэтому я вам советую не заморачиваться и не нести дополнительные расходы по подключению этих плагинов. А после совершения заказа выводить клиенту данные с платежными реквизитами и сообщать о том, что он может оплатить свой заказ при получении. Это в разы увеличит вашу конверсию. Кроме того, сейчас у курьеров всех транспортных компаний имеется возможность оплатить покупку безналично. Вообще без проблем. Собственно подключение системы приема платежей это дело сугубо личное. Так как здесь нужно вводить очень секретную информацию, связанную с вашей платежной безопасностью. Но если у вас прямо горит подключить сервис приема платежей на сайт и вы не можете с этим справиться, то можете обратиться ко мне в личном порядке. И я вам помогу это сделать. Теперь давайте поговорим о промокодах. Как например представьте, какой-то категории людей вы решили сделать скидку. То есть например всем тем, кто совершил у вас в магазине более трех заказов. Но возникает вопрос, как же идеализировать для них это предложение. Вам нужно во-первых создать промокод для этих людей. То есть для начала нам нужно перейти в панель настроек промокода. Для этого мы наводим курсор на вкладку WooCommerce и выбираем купон. Далее кликаем по кнопке создать свой первый купон. В результате перед нами откроется панель создания купона. Далее мы заполняем панель настройки информацией. Например вводим название купона друзья. То есть это слово клиенты должны будут ввести в специальной области при оформлении заказа, чтобы получить скидку. После этого мы вводим описание купона. Чуть ниже из раскрывающегося списка выбираем вид купона. Фиксированная скидка на товар, фиксированная скидка на сумму в корзине и процент скидки. Я выберу фиксированная скидка на сумму корзины. А в области чуть ниже введу сумму скидки 500 рублей. Еще чуть ниже расположен чекбокс, который позволяет вашим клиентам использовать бесплатную доставку, даже если они получили купон на скидку. Давайте я тоже поставлю здесь галочку. Также вы можете установить дату окончания скидки, для этого просто выберите ее ввод этой области. Также здесь есть три подвкладки. Сейчас мы заполнили первую подвкладку, давайте перейдем во вторую подвкладку ограничения использования. Здесь вы можете например установить, чтобы купон применялся при покупке на общую сумму от 7000 рублей. А также можно установить максимальный предел использования купона. Для этого нужно ввести информацию от этой области. Итак, я веду условия, при котором акция будет действовать при покупке от 7000 рублей. Далее чуть ниже устанавливаю галочку вот в этом чекбоксе, если не хочу, чтобы этот купон использовался вместе с другими. А вот здесь устанавливаю галочку, если не хочу, чтобы промокод распространялся на товары, которые уже и так идут со скидкой. Еще чуть ниже, вот в этой области мы выбираем конкретно на какие товары распространяется скидка. Ну как выбираем, мы вводим первые три буквы из названия товара, после чего нам в e-commerce подгружает все похожие варианты из созданных нами товаров, и мы просто по ним кликаем в раскрывающемся списке. После чего они добавляются вот в эту область. Вот здесь мы выбираем какие товары исключить из области применения промокода. Вот в этой области выбираем каким категориям применить промокод, а вот здесь каким не применять. А вот в эту область вводим электронные адреса клиентов через запятую, которых мы хотим уведомить о начале использования промокода. Итак, во второй подкладке это все. Теперь давайте перейдем в третью подкладку лимиты использования. Здесь мы должны ввести лимит использования промокодов. Вот в эту область вводим количество использования промокода всеми пользователями. Если ничего не устанавливаем, то можно использовать безгранично. А вот в эту область устанавливаем лимит использования промокодом одним пользователем. Вот здесь я поставлю цифру 1. Количество раз использования отслеживается по ID идентификатору клиента. Итак, на этом настройки промокода завершены, теперь мы сохраняем изменения. А затем нам нужно перейти к настройке полей при совершении заказа. Посмотрите, сколько при оформлении заказов ненужных полей. Возникает очень часто вопрос, что делать, если я хочу добавить какие-то другие поля и удалить шаблонные. Существует очень классное решение, как это можно сделать. Об этом мы сейчас и поговорим. Для того, чтобы подредактировать или удалить существующие поля, а также добавить новые, необходимо сначала установить плагин Safari WooCommerce. Итак, переходим в панель поиска новых плагинов и вводим в строку поиска название интересующего нас плагина, то есть Safari WooCommerce Russia. В итоге нас будет интересовать вот этот плагин. Устанавливаем его и активируем. Затем мы наводим курсор мыши на вкладку WooCommerce и выбираем Safari WooCommerce Lite. Далее в новом окне кликаем на подкладку «Управление полями». После чего мы попадаем в панель настройки формы оформления заказа, где и произведем все настройки. Тут перед вами располагаются поля формы. Если вам необходимо удалить какие-то поля из формы, то в последнем столбце каждого поля кликаем по кнопке «Удалить» вот сюда. Давайте оставим в разделе «Оплата» поля, имя, телефон и e-mail. А в разделе «Доставка» удалим все поля, а также удалим все из области дополнительных полей. Также нам необходимо оставить методы оплаты и доставки. Для добавления поля в конце каждого раздела, например, в конце раздела «Доставки» или «Оплаты» имеется кнопка «Добавить». Для добавления поля в форму кликаем по ней, а затем вводим параметры поля вот сюда, например, вводим название поля. Сюда вставляем вот это значение, а вот здесь определяем формат поля, область для ввода текста, либо радиокнопки или чекбоксы. После того, как вы настроили все поля нашей формы, спускаемся вниз и в левом углу есть еле заметная кнопка «Сохранить». Давайте кликнем по ней для сохранения изменений. Ну вот и все, мы донастроили функционал магазина. На этом создание магазина завершено, с чем я вас и поздравляю. Теперь давайте попробуем сделать заказ. Итак, переходим в карточку вот этого товара, выбираем размер, добавляем товар в корзину, а затем переходим в эту самую корзину. Вводим название промокода и кликаем по кнопке «Применить». И как вы можете видеть, сумма заказа уменьшилась на скидку, предоставляющую промокодом. Далее чуть ниже, если вы выбрали отображать варианты доставки в корзины, то соответственно выбираем вариант доставки, и как вы можете видеть, общая стоимость заказа увеличилась на стоимость доставки. Теперь мы кликаем по кнопке «Оформление заказа». В появившемся окне заполняем все необходимые поля, если нужно, меняем вариант доставки и выбираем вариант оплаты. После чего кликаем по кнопке «Подтвердить заказ». В результате чего клиенту на экран выводится чек с номером заказа и реквизитами для оплаты, если он хочет оплатить сразу, а не при получении. Кроме того, такой же чек он получит на свой e-mail, а вы в свою очередь на свою электронную почту получили уже информацию о новом заказе. Кстати говоря, так как товар был последним, то я также на почту получил вот такое уведомление. В общем, как вы видите, все отлично работает. Я вас поздравляю, вот вы и создали своими руками качественный современный магазин абсолютно бесплатно. Кроме того, вы теперь абсолютно понимаете, как он работает, с легкостью сможете управлять им, при этом сэкономив значительную сумму денег, которую вы могли бы слить на разработку торговой площадки и дальнейшее обслуживание у специалиста. Разве это не прекрасно? Не правда ли? Ну а если вы хотите еще что-нибудь добавить в свой магазин, или как-то подправить дизайн, или у вас есть ряд вопросов, то записывайтесь ко мне на часовую консультацию. Я сделаю аудит вашего сайта, дам рекомендации по улучшению, отвечу на все ваши вопросы и помогу вам докрутить ваш сайт до идеала. При консультации мы работаем с вами один на один через WhatsApp, e-mail или социальную сеть ВКонтакте. На ваш выбор. Стоимость консультации 2000 рублей. Ссылка для записи в описании. По-моему, сущие копейки по сравнению с тем результатом, который вы получите и в дальнейшем сможете окупить при первых же продажах. Но если у вас есть какой-то короткий вопрос, то задавайте его под видео в комментариях. Я отвечу всем. А на этом все. Надеюсь, данный интенсив здорово помог вам при разработке вашего интернет-магазина. Если хотите и в дальнейшем получать полезный контент по созданию сайтов для бизнесменов без применения кода, то подписывайтесь на канал, если, конечно, вы еще этого не сделали. Также не забудьте кликнуть на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Ведь контент, который я предоставляю по своему уровню полезности и качества, не имеет аналогов на всем ютубе. До встречи на других обучающих программах. И удачи вам в бизнесе.